Долг и честь. Мария Павловна была женщина энергичная, носила зелёные галстуки и резала в глаза правду матку. Она пришла к Мединой в одиннадцать часов утра, когда та была ещё не причесана и не подмазана, и потому должна была чувствовать себя слабой и беззащитной. «Так-с», — сказала Мария Павловна, глядя приятельнице прямо в среднюю попельётку. «Всё это очень мило! А не потрудишься ли ты объяснить мне, кто это вчера переводил тебя под ручку через улицу, а?» Медина подняла высоко неподмазанные брови, развела руками, повела глазами, словом, сделала всё, что было в её скудных средствах, чтобы изобразить удивление. «Меня? Вчера? Под ручку? Ничего не понимаю!» «Не понимаешь? Она не понимает! Вот вернётся Иван Сергеевич из командировки, он тебе поймёт!» Медина собралась было снова развести руками и повести глазами, да как-то ничего не вышло, поэтому она решила обидеться. «Нет, я серьёзно не понимаю, Мария, о чём ты говоришь? Я говорю о том, что ты, пользуясь отсутствием мужа, бегаешь по улицам с дураком Фасольниковым. Да-сс! Мало того, полтора часа у подъезда с ним разговаривала. Очень умно!» «Уверяю тебя!» – залепетала Медина. «Уверяю тебя, что я его совсем не заметила!» «Не заметила, что под руку гуляешь? Но эта, мать моя, ври другим!» «Даю тебе честные слова! Я такая рассеянная!» «Другой раз смотри, что у тебя под локтем делается!» «Два часа у подъезда беседовала. Швейцар хихикает, извозчики хихикают. Анна Николаевна проезжала, всё видела. Я, говорит, ещё с поперечного переулка заметила, что Медина влюблена. Теперь ездит и трещит по всему городу». Медина всплеснула руками. «Я? Влюблена? Что за вздор?» «Ври другим!» – деловито заметила Мария Павловна и закурила папироску. «Завтра на вечере он у тебя будет?» «Разумеется, нет. Впрочем, я пригласила его. Нельзя же было не пригласить. Так что, может быть, и будет. Ведь на именинах был, так почему же вдруг теперь, разумеется, придёт?» «Поздравляю! Это чтобы все гости за вашей спиной перемигивались? Чрезвычайно умно!» «Подожди, то ли ещё будет. Вернётся Иван Сергеевич, станет анонимные письма получать». Медина притихла. «Да что ты!» «И очень просто. Анна Николаевна первая напишет. Откроет глаза». «Как же мне быть?» «А уж это твоё дело. Ты должна поступить, как тебе подсказывают, долг и честь». «А как они подсказывают?» «Ты должна написать своему фасольникову, что, во-первых, ты порядочная женщина, а, во-вторых, что он не должен больше у тебя бывать». «Неловко как-то выходит. Я, мол, порядочная женщина, так что, пожалуйста, у меня не бывайте. Точно он должен только к непорядочным ходить». «Виляй-виляй, а потом и рада бы, да поздно будет. Впрочем, мне всё равно». Мария Павловна встала, демонстративно отряхнула платье и поправила зелёный галстук. Медина взволновалась. «Подожди, Мария, ради Бога, продиктуй мне, как написать». Мария Павловна села и снова закурила папироску. «Пиши, милостивый государь». «Воля твоя, но я не могу писать, милостивый государь, человеку, который бывал у меня запросто. Но пиши, многоуважаемый Николай Андреевич». «Это такому-то мальчишке писать многоуважаемый?» «Да он себе не весть, что в голову заберёт. По-моему, нужно написать просто дорогой». «Ты думаешь? Ну, хорошо, это, пожалуй, можно. Итак, дорогой Николай Андреевич, честь имею уведомить вас, что я честная женщина». «Воля твоя, не могу так писать. Это точно официальная бумага». «Ну, пиши просто. Я женщина честная и прошу вас». «Воля твоя, нехорошо выходит». «Ну, так пиши. Спешу уведомить вас, что я честная женщина». А он скажет, чего же она четыре месяца молчала, а теперь вдруг заспешила. «Мари, дорогая, не сердись на меня. Может быть, можно это в конце поместить? Знаешь, это даже эффектно выйдет, уверяю тебе». «Ну, хорошо. Теперь пиши так. Не истолкуйте плохо моей просьбы, но я умоляю вас, не приходите ко мне завтра». «Воля твоя ужасно грубо выходит. Может быть, лучше и на самом деле завтрашний вечер отменить?» «Делай, как тебе велят, долг и честь». «А как же они велят? Нужно отменить вечер?» «Конечно, отмени. Тогда пиши так. Не приходите завтра, так как вечер отменен и никого не будет. Не требуйте от меня объяснения. Ваша чуткость поможет вам догадаться». «Вот и все. Подпишись. Готовая к услугам такая-то. И посылай». «Воля твоя как-то грубо. Может быть, немножко смягчить?» «Помягчи, мягчи. Вот приедет Иван Сергеевич, он тебе помягчит». «Ах, какая ты права. Всегда умеешь так неприятно повернуть. Письмо, конечно, очень хорошо, только ты уж не сердись. У тебя совсем нет стиля. Понимаешь, иногда достаточно переставить или вычеркнуть какое-нибудь самое пустое слово, и все письмо приобретает особый колорит. А у тебя все как-то так олиповато. Уж ты не сердись. Дура ты, дура. Сама двух слов слепить не умеешь. А туда же стиль». «Пусть дура, пусть не умею. Ты зато очень умна. Смотри сама. В четырех строчках четыре раза не повторяется. Это, по-твоему, хороший стиль? Ну, разве четыре?» «Четыре». «Ну, вычеркни одно «не» и делу конец. А мне пора. Надеюсь, ты поступишь, как тебе велят, долг и честь». «Отошли письмо сейчас же». Мария Павловна снисходительно потрепала подругу по щеке и вышла. Медина тяжело вздохнула и села переписывать письмо набело. «Вычеркну одно «не», вот и делу конец». «Вычеркнула, переписала, перечитала. «Дорогой Николай Андреевич, не истолкуйте плохо моей просьбы, но умоляю вас, приходите ко мне завтра, так как вечер отменен и никого не будет. Не требуйте от меня объяснений. Ваша чуткость поможет вам догадаться. Готовая к услугам В. Легко повиноваться голосу долга и чести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова